Готовность к выборам в Хакасии номер один. Об этом сегодня в Доме правительства отчитались министры и руководители силовых структур. Главное, уверены власти не допустить провокаций и попыток сорвать голосование. Катерина Рушина узнала, какие меры безопасности на участках появятся впервые. Нынешняя подготовка к выборам президента России напоминает готовность к приезду самого главы государства. Избиратели, возможно, сами увидят, как изменятся привычные участки и выборный процесс. Связисты готовы к нашествию пользователей, решивших посмотреть онлайн-трансляцию с участков. Один аппарат выдержит до 60 тысяч просмотров одновременно. Силовики тоже к выборам готовятся более чем жестко. Парадная форма, уважительное отношение к участникам процесса и, конечно, главный упор на безопасность. Правительством Республики Хакасия рекомендовано четырем ведомствам приобрести 80 металлодетекторов. Подразделение ГИБДД. На сегодняшний день осуществлена проверка 335 водителей и автотранспорта, задействованных для перевозки избирательной документации. В том числе бюллетени в период подготовки в день проведения выборов. В ходе проверки не допущены к управлению автотранспортом четыре водителя. Сейчас все избирательные участки уже под охраной. Но впереди очередная проверка кинологами, пожарными и коммунальщиками. В помещениях участков должно быть тепло, а на подходах и тротуарах расчищен снег и посыпаны скользкие места. Тем временем власти Республики предусмотрительно думают и об обстановке после голосования и во время подведения итогов выборов. К силовикам у чиновников особая просьба. После 4 марта не расслабляться. Уже сейчас появляется в интернете информация о том, что независимо от выборов, будут протесты по тому, что выборы классифицированы, организованы неправильно, ну и так далее, и так далее. Избирком отмечает, все избирательные комиссии готовы к проведению выборов президента России. Деньги на них выделены немалые. Почти 60 миллионов из федерального бюджета, 11 миллионов дала республика, 9 миллионов муниципалитеты. Поэтому отработать средства надо от и до. Таира Читаев, Катерина Юрушина, Дмитрий Корнилов. Новости 7 телеканал.